всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю небольшой свой влог так обо всем понемножку я бы так сказала вот и сегодняшнее видео я вам хочу показать свои несколько своих заказов которые ко мне пришли поделиться с вами возможно вам это будет интересно это заказы с алиэкспресс и я еще заказала себе одну туалетную водичку которую я протестировала магазине ну как сказать протестировала я просто читал про него отзывы заскочила в магазин так вот пшикнула на себя и побежала и попробовала да потом забыла потом еще раз попробовала я поняла что это будет вообще идеальный мой осенний аромат вот с алиэкспресс у меня кое-что для красоты пришло и заказала там игрушечку для своей собачки но как-то я не подрассчитала на самом деле размер надо бы размер побольше ею маловат но собачки мои очень понравилось вот так что сейчас вам все покажу вообще сейчас конечно начались очень много всяких скидок распродаж и я сделала кстати тут на днях как мне вот должны на днях до приехать мой заказ с сайта la moda я кстати с этого сайта заказываю мне приходит не в этот же день и не на следующий через день через два так как я живу в пригороде поэтому они привозят чуть-чуть попозже ко мне вот должны будут привезти сказала там куча всего опять ребенку для школы и сейчас как раз кстати скидки вот на какие-то такие вещи которые пригодятся для школы ну я имею ввиду из одежды ребенку поэтому я с огромным удовольствием заказываю но прежде чем вам показать я бы хотела вам посоветовать помимо того что да сейчас всякие скидки и распродажи я вам хотел бы посоветовать один кэшбэк сервис точнее напомнить о нем потому что я вам его уже рекомендовала это кэшбэк сервис smartysale мне он на самом деле очень нравится в первую очередь тем что можно его скачать на мобильный телефон то есть мобильное приложение установить и совершать покупки через телефон что я обычно и делаю я очень редко сажу именно за ноутбук до сажусь а именно с телефоном вечером когда уже все ложатся спать вечером тишина спокойствие я могу полностью скажем так обдумать свои покупки прежде чем их заказать также мне нравится этот кэшбэк сервис потому что там более 1200 различных интернет магазинов самых основных самых моих любимых и это позволяет еще больше сэкономить что мне очень очень нравится я вот эту сумму обычно я уже как-то говорила об этом подкапливаю потом снимаю да и могу замечательно себя чем-то порадовать побаловать дополнительно и также еще там огромные плюсы этого кэшбэк сервиса то что есть круглосуточная служба поддержки то есть они всегда помогут вам с вашим заказом всегда можно обратиться вам обязательно всегда ответят так как я делаю покупки вечером как я уже сказала для меня это несомненный плюс ссылочку для скачивания я вам оставлю внизу инфобоксе как и все остальные ссылки на все на все то что я вам сегодня покажу в этом видео так что обязательно скачивайте и экономьте это очень очень приятно вот ну давайте покажу что я заказала с алиэкспресс и так покажу вам мои заказы которые пришли мне с алиэкспресс для красоты это конечно я так слишком громко сказала наверное но я заказала себе еще вот такие вот такие вот повязки для волос девочки как они мне нравятся это мега удобная штука это даже удобнее чем обычные ободки потому что обычные ободки но лично мне часто бывает жмут да а вот это вот вообще безумно классная вещь я заказала себе единственно что видите одна пришла вот здесь вот торчит ниточка но на самом деле я думаю что ничего страшного вот здесь вот вот эти ниточка торчит для меня это ничего страшного я ее обрежу я их стираю вот смотрите вот я принесла это тоже с алиэкспресс где-то у меня еще две лежат две такая у меня еще бирюзовая и синяя желтым тоже заказывала все это с алиэкспресс девочки я стираю стиральной машинке на бережном режиме все я их вот нашу нашу потом собираю и просто состирую да и с ними ничего не стало вообще вот они резинка не растянулась нигде ничего не порвалось вот у меня вот такие есть вот такая расцветка и вот две новые пришли ну во первых черная такая нейтральная мне вообще она вот дома уборку делать в огороде я ковыряюсь одеваю их никакие волосы не лезут не липнут жаркую погоду вообще классная вещь вот это вообще обалденно мне не очень нравится вот я разных расцветочек эти видите такие вот но это как трикотаж такой такая же черная единственное что вот такого вот такого материала даже не вот такого а вот вот такое как платочная да такая вот ну типа аля шелк до полистер вот такой вот вот они немножко соскальзывают с волос вот и мне больше нравится вот такой трикотажный вариант они держатся вообще отлично или вот такой хлопковый вариант отлично держится единственное что вот эти три он сейчас ко мне пришли давно такая белая в черную полосочку тоже подо все подойдет они мне шли девочки долго недель 6 наверное может быть даже шесть с половиной очень долго но опять же мне кажется эта проблема с нашей таможне или что-то в этом духе потому что даже по россии они до меня шли очень долго вот так что вот такие вот у меня еще новиночки на я вам их советую вот у кого например там челка да или какие то вот вы отращиваете челку и дома чтобы заниматься какими-то делами они стоят недорого отличный вообще вариант еще хочу вам показать может быть кому-то пригодится вот пришли ко мне вот такие штуки я вот эти уже распаковала сейчас вставлю это фильтры для пылесосов вообще есть для всех вот реально для всех всех моделей есть различные фильтры я заказываю это уже не первый раз и они ничем не хуже вот обычных наших которые купить если у нас в магазине это у меня для беспроводного пылесоса philips вот такой фильтр стоит единственное что здесь вот края не очень так аккуратно сделано да ну я показываю как есть но это не все время ко мне такие приходят служат точно также как в обычных наших магазинах покупаю очень хорошие классные штучки вообще супер а это у меня для большого пылесоса у меня пылесос томас до томас по моему вот вот для него тоже все фильтры а нет это у меня фильтр для робот-пылесоса до девочки для робот-пылесоса фильтр и вот это вот для большого пылесоса это пылесос томас по моему да меня вот тоже все фильтры полностью весь набор весь комплект я кому нужно оставлю вам ссылки где я покупаю да но вы можете вбить свою марку пылесоса в поисковик И вам выдаст вот эти вот, написать, фильтры, пылесос такой-то, да, и вам выдаст, и замечательно купить. Они стоят намного дешевле, чем в наших обычных, ну, вот в наших магазинах, да, если купить. Стоит, служит точно так же, вот. Так что вот такие вот покупочки ко мне пришли с Алиэкспресс. Сейчас еще покажу игрушку моей собачки, она очень классная. И вот такую вот игрушку, которая никак не дает мне вам показать, моя песина. Я заказала собаке, но она, видите, достаточно маленькая для нее. Ну, так, поиграться вполне себе нормально. Качество очень хорошее, резина очень-очень плотная, вот. И ей очень понравилась вот такая, видите, как, как это, сарделечка с веревочкой. Очень понравилась моя песина, она прям в диком восторге, мордочка еще такая. В общем, играется с ней с удовольствием. Не знаю, надолго ей хватит или нет, эту игрушку, но побаловать свою девочку, подружечку очень даже. Пойдет. И на обед у нас сегодня вот такой супчик я сварила. Это бульон с вермишелью. Я варю отдельно куриный бульон на куриной грудке в основном, либо на самой грудке, либо на косточке. И отдельно вермишель. Отдельно, соответственно, потом складываю в тарелочку. Я добавляю сюда всегда еще яичко. Ну, яичко это кто хочет, мне очень нравится именно такой вариант. И добавляю сюда зелень. Вот мои все домашние любят укроп и зеленый лук добавлять. Можно добавить сюда мясо. Я без мяса, то есть мясо, на котором варился бульон, да, отдельно порезать. Я добавляю сюда кинзу. Я, кстати, очень люблю кинзу. У себя в огороде я ее не выращиваю, потому что кроме меня ее никто не ест. Но вот эту кинзу мне привезла моя сестричка, за что ей огромное спасибо. Она у себя вырастила. У нее, кстати, очень много ее получилось. Я ее обычно всегда так вот крупно режу. И мне так очень нравится. Получается очень такой легкий, ароматный, питательный супчик, на мой взгляд. Это, кстати, очень любят такой вариант мой младший сынок. Он обожает такой, ну, то есть не обычный суп с вермишелью, а именно вот такой вариант. Когда отдельно бульон, отдельно вермишель, отдельно мясо. То есть, ну, такой сборный, сборный супчик. Добавляется туда все, что угодно. Но он получается очень вкусный, обалденный. Особенно с кинзой. Я вообще обожаю кинза. Это моя любовь. Надо будет в следующем году, наверное, себе посадить немножечко. Пусть будет у меня маленький кустик, и я буду его есть. Я, кстати, кинзу прям просто так могу есть. Так что вот такой вот у нас сегодня обед. И у нас немножечко солнечных дней, в которые я ловлю солнышко, конечно же. Решила днем после обеда немножечко позагорать. Я никогда не загораю в период, там, 12 часов дня. Обычно это всегда после обеда. Немножечко лежу на солнышке. Намазалась вот этим средством. Только я его что-то переборщила от фаберлика для загара. Мне очень нравится, кстати. Ровный загар получается. Такой. И, ну, не скажу, что быстрее липнет, но все же. Так что я тут лежу, загораю, наслаждаюсь, скажем так. Так, рядом с моими розочками надо ловить солнечные лучки. Я, конечно, тут говорила, грешила на погоду нашу питерскую. Но я все, наверное, из-за роз моих. Потому что они у меня, видите, очень болели. Из-за того, что в июле много было дождей. Я уже вам показывала. Вот. И сейчас вот потихонечку начинает отходить. Даже цветут. Вот. Поэтому мне и кажется, что погода, наверное, была плохая. И как-то, да, вот. Ну, может, потому что я все в каких-то делах, заботах. Это как в анекдоте, да. У вас в Питере бывает ли это? Не знаю. Я в тот день работал, да, примерно из той же серии. Но все равно солнечные денечки я стараюсь ловить и немножечко хотя бы позагорать. И, девочки, вот он, мой новый парфюмчик. Я его, еще раз повторюсь, я его пробовала в Ревгоше. Вообще это новинка, да, насколько я поняла. По крайней мере, в Ревгоше это стояло как новинка. Но я заметила такое, что в Ревгоше вот слово новинка, может, уже там, я не знаю, год назад выпустили. У них все еще будет как новинка стоять. В общем, вот такой вот аромат от Lancome, Lave et Belle. Только вот так вот называется. Девочки, я не буду коверкать. Я не буду коверкать. Я вам ссылочку оставлю. Я вам ссылку оставлю на Ревгош, кому интересно. Но я заказала себе не в Ревгоше, а я заказала себе на сайте Духи РФ. Я с ними не сотрудничаю, девочки. И почему я там заказала? Я уже как-то заказывала, наверное, ну, очень давно я заказывала в этом интернет-магазине. Заказывала там мужу часто очень брала туалетные водички различные, да. Вот. И решила в этот раз посмотреть, потому что, ну, очень мне как бы приглянулся этот аромат. Вот для меня это вот сейчас вот осень, будет прохладная погода. И для меня это просто будет бомбически. Это тестер. Давайте я вам покажу, сколько он мне обошелся. Чек. Вот, девочки. Значит, мне еще в подарок я выбрала там один от Ливантик. Сейчас я вам его тоже покажу. И вот эта парфюмерная вода. Видите, написано тестер. Стоит 4,157. У меня еще 195 рублей была доставка. И у меня еще была скидка 219 рублей. Поэтому считайте, что доставка бесплатная. Можно так сказать, да. Вот, видите, я отдала 4,352. Значит, тестеры там бывают без колпачка. Вот здесь вот такой колпачок. Я не помню в оригинальной версии, какой должен быть колпачок. По-моему, такой под металл. Ну, в общем, не суть. У меня даже пришла коробочка. Но коробочка наверняка не такая, да. Вот здесь вот стоит. Вот написано все, да. Вот. Есть всякие коды и тому подобное. Все это здесь есть. Но он реально, вот аромат точно такой же. То есть это оригинал. Просто это тестер. Мне вообще, на самом деле, вот на эту коробку все равно. Вот я оставила вам только показать, да. Я ее выброшу и все. Мне больше вообще ничего не надо. Здесь я вам оставлю ссылочку. Я думаю, пирамидку и все остальное вы почитайте сами. Я думаю, если вам это интересно. Но вот для меня лично у меня была классическая версия La Vie Belle, да. Если я правильно называю. В общем, классическая версия вот этого парфюмчика. Мне очень нравилась вот эта карамельная, ванильная такая история. У меня было тоже, по-моему, 50 или даже 30 миллилитров маленькая. Хватает надолго. Стойкость потрясающая. Все, я думаю, каждый знаком с классической версией. По крайней мере, хотя бы раз тестировал. Вот это очень похоже на классическую версию, но добавлены ягоды. Такой ягодный легкий компотик. Добавлен к этому ко всему. Ну, многие, я когда читала отзывы, слышат малину. Да, есть малина. Вот на самом деле, если бы я не знала, что там есть, вот многие, что многие слышат там, слышат там малину. Я бы, наверное, не поняла, что это малина. Для меня просто какие-то вот вкусные, сладенькие, спелые, красные ягодки. Может быть, это навеяно вот этим, да, дизайном. Вот этой самоводичкой, что она такая красноватая. Все может быть. Вот. Но это действительно очень приятный аромат. Вот он очень стойкий, девочки. Вот он, как классическая версия Love & Belle, да, только разбавлена вот эта вот приторно-сладкость, да, такая разбавлена вот таким вот ягодным каким-то компотиком. Очень вкусный аромат. Мне он очень понравился. Я знаю, что сейчас у Terry, у Mugler вышел тоже аромат с малиной. Я очень хочу его потестировать, попробовать. Думаю, что, наверное, заскочу. Смотрела в интернет-магазине в Литуале. Нет его. Есть в Ревгоше, естественно. Но в Ревгоше всегда есть. В Альдебатте не знаю. Я в Альдебатте не хожу, потому что у меня поблизости нет Альдебатте. Только из-за этого я в него не хожу. Ну, в общем, это потрясающе, девочки. Просто потрясающий аромат. Как классическая версия разбавлена компотиком. Очень советую вам потестировать. Еще раз повторюсь, вот я видела его в Ревгоше. То есть это я к тому, что где его можно потестировать. Наверное, в Альдебатте, я думаю, есть он тоже. Но вот даже вот тестер, если смотреть, то тестер тоже идет вот с этой вот штучкой. Ну, пусть будет крышечка прозрачная. Кто на эту крышечку смотрит, он у меня стоит на полочке. Как говорится, никому не надо. В общем, вот такая вот у меня новиночка. Очень вкусная. А хочу теперь попробовать мюглер. Мюглер, если я неправильно ставлю ударение, извините меня. Вот. Но я думаю, что мюглер мне тоже понравится. Раз там есть нотка малины. Потому что малину я обожаю. Вот. И я выбрала себе вот такой пробник. Я вообще очень давно хотела попробовать аромат от Juicy Couture. Так вот выглядит пробник. Вот. Во-первых, вот этот пробник мне очень понравился. Вот здесь вот эту наклеечку, это приклеила я. Она шла просто в пакетике. Да. Все было хорошо запаковано. И вот такой вот маленький такой бутылечек. Девочки, мне так понравился этот бутылечек. Я его потом промою. Здесь все откручивается. Оставлю и буду переливать духи. Вот, например, кто носит маленькие сумочки, да, с собой. Вот такой вот маленький отливантик. Может быть, даже и вот этот буду сюда переливать. В общем, класс. Это аромат, на самом деле, это цветочный аромат. Здесь преобладает ирис. Я ирис не люблю в аромате. Вообще, это не мой аромат. Но вот когда я его наносила, он, кстати, стойкий. У меня продержался практически целый день. Часов 6-7 точно он был на мне, когда я его нанесла, да, на ручку. Единственное, что это не мой аромат. Я больше люблю вот такое, да. Здесь белые цветы и ирис. И какая-то зеленая нотка. Вот для меня лично. Если вы любите аромат ириса, то я советую попробовать. Вот. Но где протестировать его вживую, я не знаю. Вот нашла на духе ИРФ. Вот. Но как качество самого аромата, стойкость его мне очень понравилось. И на самом деле он такой, знаете, о чем-то напоминает вот сад. Вы выходите в сад, где много зелени, много белых, не сладких цветов и ирисы. Много ирисов. Вот. Просто вот он у меня стартует ирисами. И вот на протяжении всего ирис с ноткой зелени. Вот. Но я такие ароматы не очень люблю. Я люблю сладкие. Если цветы, то чтобы там все равно была какая-то сладкая нотка. Ну или просто розы. Вот такое вот я люблю. Так что вот такая вот у меня новиночка. Ну это просто обалденность. Сейчас, конечно, когда жаркая погода, когда теплая погода, он немножко такой, ну слишком, да. А вот осенью, сентябрь, конец сентября, октябрь он будет вообще бомбический. Очень вам советую попробовать. Девочки, классный аромат. Кто любит вот такие ягодные какие-то ароматики, очень советую попробовать. И если вы пробовали, кстати, мюглер, вот этот вот новенький, красная звездочка такая вышла. Напишите, пожалуйста, понравился вам он или нет. И действительно ли вы чувствуете в нем малину. Я очень хочу его попробовать. Надо будет как-то мне заскочить снова в Ревгош и его попробовать. Вот. Кстати, на духе РФ смотрела вот этот мюглер. А нового аромата нет еще. Так что вот так. Ну, в общем, ссылочку оставлю. Кому интересно, почитайте, посмотрите. Но много положительных отзывов вот на этот аромат. Очень мне тоже. Мне прям вообще понравился. Даже больше теперь нравится, чем классическая версия. Она у меня, кстати, закончилась прошлой зимой. И я все думала купить, не купить. Купить, не купить. И вот, вот новиночка как раз таки решила все мои вопросы. Хочу вам, девочки, похвастаться моими гладиолусами. Смотрите, какие красивые. Но я еще хочу купить других цветов. Знаете, есть такие с прожилками. Такие фиолетовые. А у меня все они такие. Ну, вот такой есть маленький фиолетовый. Вот такой вот он уже. Тут немножко некоторое цветает. Я хочу прям такой красный. Ну, в общем, разных других цветов. А у меня почти все одинаковые. Видите, какие красивые. Красивые. Их тут шмели опыляют, прилетают. Красота. Очень красивые. Смотрите, какие обалденные. Тут тоже красивые, но он почему-то маленький такой. Видите, здесь такая красота. Остальные вот еще тут выпустил. Не знаю, где каких цветов. Сажала, как посадятся. А здесь два вот таких красавца. Надеюсь, к первому сентября у меня что-нибудь останется. Очень на это надеюсь. А то я их для этого и сажаю. У нас красота же. Обалденные. А на ужин у нас сегодня куриные котлетки. Это из куриного фарша. Я их обваливаю в панировочных сухарях, обжариваю. А потом немножечко так пропариваю с водичкой, можно так сказать. Макарошки еще отварила. И сделала, потушила баклажанчики. Здесь у меня баклажаны, лук. Можно добавить морковку, но я в этот раз не положила. И перец. Перец у меня ласточка. Все это я обжариваю. Потом добавляю томатную пасту, специи. И немножечко, чуть-чуть водички. Немножечко протушиваю, чтобы не сильно такой был жидкий вариант. Можно использовать его в качестве гарнира. И еще на ужин я приготовила любимую закуску моих мужчин. Это помидоры. Обычные помидорки вот так разрезают. И сыр с чесноком. И я добавляю сметану, чуть-чуть соли, чуть-чуть перчика. И вот так вот выкладываю. Мои мужчины просто обожают. Я не знаю, они сметают всегда эти помидорчики. Они им очень нравятся. Так что вот такую вот еще им вкуснятину я сегодня сделала. Им очень нравится такой вариант. Вот так вот выглядят эти баклажаны тушеные. Но у меня больше баклажан, чем всех остальных овощей. И помидорчики. Очень вкусно и аппетитно выглядят. Кстати, подобную закуску из баклажан я делаю на зиму. Тоже закрываю в банке без уксуса. И вот это мой ужин. Что-то мне захотелось. Тоже немножечко макарон себе положила. Хотя обычно я не ем вечером гарнир. Но тут что-то очень захотелось. Вот как-то они так аппетитно выглядели. Решила немножко положить котлетку, овощи и помидорку. Вот это вот очень такой прям вкусный ужин лично для меня. Но макароны, кстати, и сами по себе макароны я не очень люблю. Мне больше нравится рис или гречка. Я больше ее предпочитаю, нежели макарошки. Ну, а это небольшой подарок от моего мужа. Он мне очень любит дарить подобные цветочки в различных корзиночках. С игрушечками еще, со всякой такой красотой. Вот здесь, кстати, яблоки вот эти вот маленькие, дичка. Они настоящие. Вот такой вот миленький букетик от моего мужа. Вот тоже поднимающий настроение. Ну, и на такой красивой, прекрасной ноте я хочу с вами на сегодня попрощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ссылочки я все оставила вам внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. И до новых встреч!